Дай почитать. Дай почитать. Но, тем не менее, это срок. Или же она должна терпеть. Как и в первом романе, в сезоне отравленных плодов есть объединяющая проработка травмы насилия. Писательница признается, что сама была в подобных ситуациях и видела это и в своей семье, и в семьях друзей. Она свою личную ситуацию превращает в универсальную. И в романе это обретает метафорический смысл. Любопытны и тайны процесса написания, раскрытые Верой Богдановой, которая начинает с названия, потом рукой пишет эпизодник и только после этого начинает писать. Я подумала о 90-х. Что это был за сезон? 90-е – начало 2000-х. Плоды наших действий и слов. Каждая глава имеет название химического соединения и сопровождается небольшим стихотворением автора. Например, «Есть я, во мне есть стыд, гнев, вина, вино и соль. И яд десятков поколений». Главные герои романа – странная девушка Женя, ее двоюродный брат Илья и двоюродная сестра Даша. Им пришлось родиться и взрослеть в 90-е, когда кругом духовный детдом и в любой момент – в метро или на вокзале или в автобусе – может прогреметь взрыв. Это книга о том, как нельзя жить и как нельзя поступать с другими. Нельзя угодить всем. Нельзя быть неуверенным в себе. Нельзя молчать и умалчивать. Нельзя диктовать и насаждать свое мнение, тем более детям. Также опасной становится и бомба под названием «Любовь». В семье Смирновых две дочери – Тихая Света и Хамоватое Мила. Они не ладят друг с другом. Нечастые визиты Милы к сестре и матери неизменно заканчиваются неприглядными скандалами. Но встреча дочери Светы Жени и сына Милы Ильи становится роковой. Это роковая любовь, неизбывная страсть, от которой спасения нет. Но в семье, как и в обществе, полно стереотипов. Типа все мужчины должны быть успешными, добытчиками, плюс обладать всеми атрибутами комфорта, а женщины – вовремя выйти замуж, родить, терпеть, преодолевать, молчать и угождать. История разворачивается вокруг девочки Жени с 1995 года и заканчивается в 2010-е. Роман неровный и неоднозначный, но точно заденет заживое. Будет больно. 18+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам. Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53 и Волкова 6А. До новых встреч! Дай почитать!